Окей. Достаточно сказать про медаль Дирака, которая, по-моему, чуть ли не самая главная награда физики, может быть, и так далее. Так что, поэтому я очень рад, что он согласился выступить, я очень ему признателен, и мы все должны быть рады, что у нас есть возможность поговорить со столь замечательным человеком. Вот я этого замечательного человека потерял, сейчас я его найду. А вот, все, Михаил, вы можете начинать, пожалуйста, вам слово. Вы меня слышите? Да, да, да. Окей. Добрый вечер всем моим слушателям. Я сейчас экран покажу, то, что я вам собираюсь рассказать сегодня. Хорошо. Но вы должны мне разрешить показать. Я разрешил. Сейчас попробую. Попробуйте еще раз. Окей. О, шея. Вот ваш экран, правильно, да. Сейчас. Вот теперь вы его видите целиком, правильно? Да, да, правильно. Сейчас. Мне нужно как-то уменьшить. Ну, хорошо, я спрячу пока всех. Ну, хорошо, еще раз добрый вечер. И я сегодня, как правильно сказал наш ведущий, Игорь, я действительно занимаюсь уже более 50 лет теоретической физикой. Моя карьера началась научная в 1972 году, когда вышла моя первая научная статья. Было это еще в Москве, в Этефе. Я покинул Москву в 1989 году. И с тех пор нахожусь в университете Миннесоты на севере Соединенных Штатов. Вот. Но последние там 15 лет или около того у меня появилось хобби. Я стал практически профессионально заниматься историей физики, так или иначе связанной с двумя вопросами. Физика между двух войн. Это очень драматическая история. Я вот выступал как-то недавно в клубе Берковича на эту тему. А сегодня я вам расскажу о другой драматической истории. Это история открытия, суперсимметрии, рождения концепции и их падения. Вот такая тема. Я постараюсь... В основном я сосредоточусь на первой части драматической истории открытий. Но я постараюсь также рассказать в очень популярном плане, без всяких технических деталей, зачем вообще суперсимметрия нужна, почему она так... Такое взрывное у нее было рождение. И что случилось в последнее время. Значит, вот перехожу ко второму слайду. Вот здесь вы видите слева на экране, вы видите мою книгу «Физика в сумасшедшем мире», на основе которых будет построена моя история. Здесь вот на обложке вы видите два человека – Хоутерманс и Гольфанд. Оба так или иначе связаны с Харьковом, поэтому я их объединил в одну книгу. Но сегодня речь пойдет только о Гольфандах. Хоутерманс был иностранцем, он был австро-немецким физиком, также был коммунистом, как и большинство левой интеллигенции в Европе в то время. А речь идет о начале 30-х годов. И он приехал, значит, так получилось, что когда Гитлер пришел к власти, ему нужно было немедленно бежать. Он был, во-первых, на четверть еврей, но самое главное, что у него было обширное, как на коммуниста, было обширное досье в Гестапо. Он бежал сначала в Англию, но Англия ему не понравилась, слишком буржуазная. Он приехал в Советский Союз, ну и там начались его злоключения. Но об этом сегодня не будет ни слова. А вот справа вы видите одну из очень немногих фотографий Гольфанда, когда он был в среднем возрасте. То есть это значит, наверное, где-то 60-е годы, потому что родился он в 1922 году. Я это легко запомнил. Мой отец родился в это же время. Но умер он довольно рано, в 1996 году. Вот он, первооткрыватель суперсимметрии, что чудо. Это является одним из чудесных веществ. В России во второй половине 20-го века не так уж много было открытий эпохального масштаба. Вот этот скромный человек совершил такое открытие, но жизнь его не сложилась. Я сейчас об этом подробнее расскажу. Ни его, ни его студента, который работал вместе с ним. Но сначала я вам покажу несколько слайдов, чтобы представить как бы бэкграунд, сцену, на фоне которой будет проходить вся эта история. История его жизни, взлета и дальнейших неудач. Вот здесь сверху вы видите масштаб физических явлений, которые изучает физика. Вот начнем справа налево. Справа вы видите нашу Вселенную. В таком схематическом изображении. Ее размер 10,26 метров. Значит, 10 с 26 нулями. Дальше идет наша Земля. Она всего 10,7 метров. Значит, чтобы понять отношение масштабов, если вы пойдете на пляж и возьмете там кусочек, не кусочек, а пылинку, пылинку песка, и рассмотрите его в лупу, это где-то одна десятая миллиметра. 10,4 метра. 10 минус 4 метра. То есть разница между размером песчинки и размером Земли 11 порядков величины. Это 10 с 11 нулями. Вот отсюда давайте и будем плясать. Это безумно большая, как вы понимаете, разница. Но посмотрим, мы посмотрим, с какой разницей масштабов имеет дело физика. Вот это на третьей картинке справа вы видите молекулу ДНК, DNA по-английски. Эти молекулы очень большие по масштабам молекулярным. Видите, они всего 10 минус 9 метра. Это большой масштаб. Почти все другие молекулы намного меньше. На два порядка, а то и на три меньше. Вот с этим имеет дело биофизика и генетика. Следующая картинка – это масштаб явлений на Большом адронном коллайдере, который остался на сегодняшний день единственным большим и серьезным ускорителем, на котором работают все значимые физики высоких энергий. Он расположен совсем близко от Женевы. Практически это пригород Женевы. Кольцо там подземное. И оно очень длинное. Много десятков километров. В нем установлено много-много суперпроводящих магнитов для того, чтобы протоны можно было разогнать до энергии, которая написана под этой картинкой во втором ряду снизу. Двенадцатый электрон вводит. Вот. Ну, и это кольцо в большей части уже на территории Франции. Под землей, но на территории Франции. И последний масштаб для сравнения – это так называемый Планковский масштаб – 10 минус 33 миллиметров. Обращаю ваше внимание, что между масштабом Вселенной и масштабом Планковским у нас получается 59 порядков величины. Это немыслимая, конечно, разница. 50-10 с 59 нулями. Ее так трудно очень вообразить. Но вот с таким разницей масштабом работают физики. В электрон вольтах – это 1027 электрон вольт. А масштабы Вселенной – это 10 минус справа. 10 минус 34. Это вообще 61 порядок величины. Вот это первое, что я вас прошу запомнить про физику. Теперь второе, такое небольшое отступление, что вся картина мира, как мы ее сегодня знаем, и практически больше ничего мы не знаем, хотя поиски идут и вне этой картины мира, она восходит к 68, 72, 73 годам. То есть, видите, прошло уже больше 50 лет. И эта модель, которая сначала называлась моделью Глэшо, Вайнберга и Салама, вот здесь вы видите в верхнем ряду слева Глэшо, справа Вайнберг, а в нижнем ряду слева Абду с Салам. Она когда-то была известна как модель Глэшо, Вайнберга и Салама. Все три из этих господ получили Нобелевскую премию, но позднее она была слегка расширена и получила название стандартной модели. Значит, это стандартная модель мира, и, как я уже говорю, все явления на фундаментальном уровне, они все описываются этой моделью вот уже 50 лет. Люди в течение 50-50 лет ищут что-нибудь, что выходило за рамки этой стандартной модели, но пока ничего, никакого точного утверждения, что да, мы что-то нашли, нету. То есть это самая обширная фундаментальная модель мира, которая возникла после того, как Галилео Галилей вел понятие физики в современном виде, и вот прошло там сколько, 350 лет, и вроде бы мы подошли к границе. Ну, может быть, не окончательно. Справа внизу вы видите голландского физика Джерард Тетхофта, который работал в 1972-1973 годах, он доказал, что стандартная модель теоретически внутренне самосогласована, за что вскоре тоже получил Нобелевскую премию. Вот эти четыре человека, которые оказали фундаментальное влияние на физику, столь глубокое, что оно продлилось на 50 лет. Вот здесь, на этой прозрачке, я быстро покажу, какие у нас есть фундаментальные объекты, без особых объяснений. Значит, в природе мы знаем шесть кварков на сегодняшний день. Кварки – это то, из чего состоят сильно взаимодействующие частицы. Самая известная сильная взаимодействующая частица – это протон и нейтрон. Значит, протон и нейтрон – легчайшие сильно взаимодействующие частицы. Протон и нейтрон буквально состоят вот слева вверху, вы видите, у кварка, декварк, up and down. Из них состоят протоны и нейтроны. И вся материя, которую вы видите в нашем мире, включая нас и все, с чем имеем дело, вот мы можем дотронуться до письменного стола. Письменный стол тоже состоит из протонов. Вообще все, с чем человек имеет дело – от рождения до смерти. Но они составляют ядро атомов. Этого было бы недостаточно для устойчивости атомов. Каждый атом имеет еще оболочку. Оболочка строится из электронов. Электроны – наиболее старые из известных частиц. Она была открыта там ближе к началу 20 века. Вы видите, тут электрон показан третьим сверху. Слева написано «и» по-английски – электрон. Это один из лептонов, но вообще их шесть. Каждое поколение. Два кварка составляют поколение. Вот видите, слева два, потом в центре два, и еще два справа. И два лептона тоже составляют поколение. Вот. Вы видите электронное поколение, меонное поколение и поколение там. Есть еще несколько частиц, которые вообще не относятся. Это вот все, что слева – это материя. А все, что справа – в оранжевых рамках – это частицы, которые переносят взаимодействие и склеивают материю в нечто стабильное. И наоборот, они же ответственны за распад материи. Вот глюон, протон, фотон, Z-бозон и, по-русски не могу, W-бозон. Отдельно есть еще Хиггсовский бозон, который открыт был в Церне ровно 10 лет назад. Скоро будет ровно, нет, уж недавно было, ровно 10 лет назад. И после этого открытия стандартная модель абсолютно завершена. Больше ничего в стандартной модели нет. Вот обратите внимание на массы. Масса самого тяжелого кварка, она почти что 200 ГФ, или в электрон-вольт, который я уже ввел, это 200 тысяч электрон-вольт. Самые легкие частицы, ну, не считая фотона, который вообще не имеет массы, самые легкие частицы – это Тау. Тау-нетрино. Ну, все три нейтрино, вот здесь, в самом низу, в белой рамке, они самые легкие. Их массы составляют там минус десятый, или минус восьмой от электрон-вольта, минус седьмой. То есть разница в массах, но это я еще покажу, частиц, она не такая большая, как разница в масштабах, начиная от размеров Вселенных, но она тоже составляет больше 30 порядков величину. Это называется эрартия масс. Загадочное явление, о котором пойдет речь ниже, и которое в значительной степени определяет долговременные и многолетние усилия теоретиков и объясняет, почему суперсимметрия была так важна в свое время. Вот смотрите, этот слайд опять показывает масштабы масс. Значит, все это показано. Вот смотрите, теперь все частицы делятся на две части. Материя состоит из фермионов. Вот видите, сверху написано, сверху слева написано фермионы, а сверху справа написано бозоны. Бозонов, как вы видите, не так много. Их раз, два, три, четыре, пять. А фермионов довольно много, но тоже не безумно. Три плюс три плюс шесть. Двенадцать фундаментальных фермионов. Но здесь еще раз продемонстрировано уже в ГЭВах иерархия масс. Вот самый тяжелый кварк, который называется Т-кворк или Топ-кворк, он имеет массу 200 ГФ, а нейтрины имеют массы 10 минус 13 ГФ. Извините, я ошибся в предыдущем слайде. Всего это составляет иерархия масс 15 порядков величины. Я сказал 30, имею в виду квадраты масс, но это для масс неправильно. Это 15 порядков величины. Значит, вот эти три бозоны имеют массы порядка вот этого, Топ-кворка, а фотон и глеон имеют нулевую массу покоя. Значит, они, фотон в частности, движутся всегда со скоростью света. Глеон отдельно очень интересная частица, но мы не будем особенно о нем говорить. Фотон определяет исследование фотона, ну и радиоизлучение, инфракрасное излучение определяет всю астрономию. Только благодаря тому, что фотон безмассовые лучи света, радиолучи и прочее долетает до нас с самого края видимой вселенной. Нашей вселенной, я буду называть ее нашей, вы поймете почему. Окей, после этого небольшого общего введения, я перейду непосредственно к Юрию Абрамовичу Гольфенду, его биографии. Вот сначала начальный этап очень быстро. Он родился в Харькове, в сене инженера, а мать занималась медицинскими исследованиями. В 1939 году он поступил в Харьковский университет. В 1941 году он окончил третий или второй курс. Нет, третий, наверное, а может и второй. Началась война, и его тут же перевели в возъедно-воздушную академию и быстро-быстро выучили на авиационного техника. Значит, конец войны он провел авиационным техником на фронтовом аэродроме. После окончания войны поступил в Ленинградский университет. После окончания университета он переехал в Москву, поступил в заочную аспирантуру математического института имени Стеклова. Стеклова нынче это крайне антисемитский институт, но тогда, по-видимому, евреев принимали. Это 1946 год, я напоминаю. И одновременно для того, чтобы были деньги, чтобы снимать комнату в Москве, он работал по вечерам в Московском вычислительном центре и в Московском электротехническом институте. Значит, в 1951 году вот эта вот предварительная его карьера закончилась, его приняли математиком, каковым он тогда и являлся в теории отдела Фиана. Вот с этого места и начинается настоящая биография Гольфонда. 1951 год. Так, ну здесь я уже перескочил сильно, значит, позвольте мне, сначала я покажу некоторые фотографии уже более поздних лет, а потом я вернусь обратно. Значит, запомнили, что он поступил в Фиан в 1951 году. Слева вы видите фотографию Юрия Гольфонда с его женой Натрашей Корец. Я, значит, не знаю, слышали ли вы эту фамилию. Это тоже человек с очень драматической биографией, связанной с Ландау, с арестом Ландау. Я несколько слов скажу в самом конце доклада. Ну, а вот это Гольфонда сидит справа. Это 75-й, 78-й год. На правой фотографии конференция в Харькове в 1985 году. Вот здесь вы видите, вот красной стрелкой справа красная стрелка указывает Гольфонда, а вторая красная стрелка указывает на Виктора Агиевецкого. Это единственный человек, но один из немногих людей в Советском Союзе, который быстро воспринял открытие Гольфонда. Я напоминаю, скажу, что оно состояло в 1969-1970 году. Его восприняли в Советском Союзе. Тогда было несколько крупных центров теоретической физики. Но его открытие осознали буквально три человека во всем Советском Союзе. И поддержали его хотя бы немножко. Вот здесь вы еще более... Вот здесь справа вы видите фотографию Гольфонда, когда он был молодым человеком. То есть это накануне войны, я так полагаюсь, была сделана. Он уже студент, но еще в Харькове. А слева вы видите фотографию Гольфонда в конце 80-х годов. Вот если вы посмотрите на фотографию слева, вы видите в центре, в фокусе Андрей Сахаров. Великий диссидент и борец за свободу в России, который в начале 90-х был очень известен и очень любим. А теперь он снова в загоне. Справа от него сидит Гольфонд. Он не в фокусе, потому что фотограф пытался хорошо заснять Сахарова. Но вы можете узнать. Гольфонда все-таки он виден. Они были большими друзьями. Начиная с момента, когда с Гольфондом случилось одно очень драматическое событие в середине 70-х. Они подружились на почве борьбы за права человека в Советском Союзе. Были близкие друзья до смерти, до отъезда Гольфонда в Израиль. А Сахаров умер примерно в то же самое время. Вот здесь вы видите на этой фотографии слева, вы видите фотографию самого Гольфонда, которую я вам уже показывал. А это фотография совсем молодого человека. Это Евгений Лихман, его студент, который вместе с ним открыл суперсимметрию и вместе с ним попал, когда Гольфон попал в историю трагическую, вместе с ним очень пострадал Евгений Лихман. Ну, я расскажу об этой истории несколько слов в дальнейшем. Так, вот это статья, которую они издали в журнале. Первая статья по суперсимметрии, вообще изданная в мире. Они сначала ее издали на русском языке в журнале «Письма жертв». Вы видите, здесь вот внизу написано, что она поступила в редакцию 10 марта 1971 года. Значит, ну, те, кто не знает, не все же знают процесс, с которым физики вынуждены были сталкиваться при желании опубликовать свою статью. Значит, существовало много инстанций, в которых нужно было разрешить разрешение на публикацию. Первой была так называемая экспертная комиссия в том институте, в котором вы работали. Значит, она должна прочеть эту статью и подтвердить письменно, что в этой статье нет никаких важных достижений, которые могли бы быть украдены на Западе. Вообще ничего нет. Грубо говоря, что статья без содержания. Вот они квалифицировали. Потом шла подпись директора, а потом еще выше инстанция. Значит, ну вот в Фиане это была Академия наук, а в ИТФ, где я работал 19, сейчас, 17 лет, ну, ИТФ принадлежал Комитету по атомной энергии. Это нужно было отсылать в Комитет по атомной энергии. В общем, процесс получения разрешения на публикацию длился в среднем от 4 месяцев до полугода. Ну, бывали исключения случайные, что там 3 месяца или даже 2 месяца, ну, типичный интервал – это вот несколько месяцев. Поэтому, имея дату до этого момента, пока разрешения были получены, на эту статью даже ссылаться нельзя, допустим, в следующей работе или кому-то говорить. Ничего было нельзя. Это было запрещено так называемым главлитом. Значит, статья, которая поступила 10 марта, скорее всего, была написана в декабре 1970 года. Ну, я точно не могу сказать. Для этого нужно полезть в архив Фиана, которым я был несколько раз уже в несоветское время, но мне не удалось ничего, мне ничего не дали посмотреть. Вот здесь я обращаю ваше внимание на самые низы этой страницы, где написана литература. И эта статья уникальна. Эта статья, представляющая замечательное, неожиданное открытие, имеет всего одну ссылку на предшественника. И эта ссылка – это учебник Швебера, который вышел в тысячу… Это перевод с английского. Английская книжка вышла еще в 50-е годы. В 63-м году она была переведена на русский язык. Это единственная ссылка. Таких статьей, если вы начнете смотреть научные статьи, статей с одной ссылкой вряд ли вы найдете. Это не значит, что они просто не хотели ссылаться на предшественников. Это значит, что предшественников у них просто не было. Вот так вот взяли на ровном месте и изобрели совершенно новое явление. Так, идем дальше. Значит, первым человеком… Значит, помните, статья 70-го года вышла весной 71-го. Первым и единственным человеком, который обратил на нее внимание, но не непросредственно на эту статью, был Дмитрий Васильевич Волков. И он тоже связан с Харьковом. Хотя он родился в Ленинграде, всю свою научную карьеру он построил в Харьковском физико-техническом институте. После военную. После войны он переехал в Харьков и там работал до своей смерти в 96-м году. Кстати, в этом же году умер и Гольфом. История, как он обратился к этому, тоже заслуживает хотя бы нескольких слов. Эту историю я раскопал лично и докладывал даже о ней на заседании немецкого физического общества. Как это ни странно, эта история для Волкова была связана с Гайзенбергом. You know, вы знаете великого, наверняка имя Гайзенберга вам известно. Он открыл один из двух сооткрывателей современной квантовой механики. То есть, все древо науки современной, это практически все квантовая наука, он открыл в середине 20-х годов. Во время войны Гайзенберг был руководителем немецкой программы по атомной бомбе. Программу они завалили, в частности, из-за неумения Гайзенберга руководить коллективом, в частности, из-за ошибок, которые он допустил. Но все равно, когда война кончилась, он сначала был под арестом в Британии, а потом всю эту немецкую группу отпустили как непредставляющий интерес в Великобритании или Америке. Тем не менее, и он повернулся в Германию, получил обратно какую-то хорошую позицию. По-моему, он был директором института Макса Планка, но иностранные физики, особенно американцы, особенно американские евреи, беженцы из Европы, у многих из которых вся семья погибла в лагерях немецких, его не жаловали. Многие не жали ему руку, его редко приглашали на иностранные конференции. Он, в общем, короче говоря, в научном смысле он оказался в изоляции. И тогда он начал заниматься темой, которая была совершенно такая тупиковая тема – единой теории поля. Вы, наверное, слышали, что единой теорией поля занимался Эйнштейн 20 последних лет или 25 последних лет своей жизни. Он пытался построить теорию поля, которая одна включала бы в себя все взаимодействия, включая гравитацию. Это до сих пор не сделано. Гравитацию подключить к стандартной модели пока никто не сделал. Вот. Ну и вот он пошел, Гайзенберг, в эту область. В полном одиночестве работал, написал и издал книгу. Книга – это… Я не думаю, что больше трех или четырех человек прочитали эту книгу, хотя бы наполовину. Ну, я ее пытался читать и понял, что там много ошибок. Вот. И бросил ее читать. Она была переведена на русский язык, наверное, в конце 60-х годов. Значит, а Волков, у Волкова тоже не было что читать. Но в Харькове, представляете себе, библиотека, даже в Москве библиотека была в нашем институте, была не такой уж богатой, а уж в Харькове она была победнее. Он купил или ему подарили, или он в библиотеке увидел эту книгу и стал читать. Ну, я так, когда ее читал, я еще даже аспирантом не был, а он уже был зрелым физиком. Он прочел эту книгу, наверняка дошел до места, где Гайзенберг сделал ошибку. И я понял, что он сделал ошибку и дальше читал. А Волков стал думать, нельзя ли эту ошибку исправить. И он сообразил, что да, эту ошибку можно исправить путем введения некоторого видоизменения того, что Гольфон сделал в 70-м году. А сейчас речь идет о 72-м годе. То есть нынче это называется суперсимметрия. Конкретно он занимался со своим студентом Акуловым, Владимиром Акуловым, так называемой нелинейной суперсимметрией. Но так или иначе он догадался. И тут с ним связался, с Волковым, связался Агиевецкий, которого я упоминал, и сказал ему, что вы знаете, Дмитрий Васильевич, это уже было сделано полтора года. Ну не это, а в другом варианте было сделано полтора года назад Гольфондом. И таким образом они стали работать параллельно. Вот здесь слева я вам покажу несколько фотографий, которые были сделаны. А эти фотографии были сделаны в 2000 году. У нас в Миннесоте мы проводили конференцию под названием «30 лет суперсимметрии». Значит, вот здесь вы видите слева, лево вверху вы видите Владимира Акулова, который работал с Волковым и был тогда очень молодым человеком. А справа от него стоит Евгений Гольфман, которого к 2000 году уже не был таким молодым человеком. На фотографии справа внизу вы видите слева направо Лихтмана. Дальше идет Наташа Корец, жена Гольфонда, о которой я обещал сказать пару слов. Потом идет Владимир Акулов. И четвертый человек, вот вы здесь видите, это Сорока. Вячеслав Сорока. Он работал после Акулова, дальше с Дмитрием Ворковым работал другой его аспирант, который вот тогда был молодым, Сорока. И они тоже сделали очень знаменитую работу. К сожалению, он в довольно среднем возрасте утонул. Пошел купаться на реку или поехал на Черное море, я не знаю. Но так или иначе утонул. А Владимир Акулов в 90-е годы приехал в Америку. Долгое время преподавал в университете Нью-Йорк. Ну, городской университет Нью-Йорка. А сейчас он уже вышел на пенсию. Вот эта статья Волкова и Акулова, тоже в письмах жертв, которая в переводе писем жертв на английский язык. Видите, она получена 5 декабря 1972 года. То есть, она называется по... Сейчас. Как же она называется, извините. Так, это я что-то не то сделал. Сейчас, простите меня, пожалуйста. Не эта статья. Так, вот эта статья. Называется «Возможное универсальное взаимодействие нейтримина». Сейчас я его снова запущу. Плей. Вот. И в этой статье содержалась гипотеза о том, что нейтрино... Тогда еще масса нейтрино была неизвестна. И считалось, что она безмассовая. Нейтрино – безмассовая частица. И они предположили, что эта безмассовость нейтрино объясняется тем, что она является... Что у нее есть суперпартнер. Ну, определенного типа. Суперпартнер. Значит, в этом смысле это было параллельно Гольфанту и Лихманду. Так. Теперь я должен... Извините. Я должен вернуться немножко назад. Или не должен? А, вот на эту. Значит, что сделали Гольфанту и Лихман? Они сделали довольно общую работу. Они изобрели... Вот смотрите, есть... В мире есть так называемые геометрические симметрии. Они связаны с геометрией пространства-времени. Их очень мало. Их все можно пересчитать по пальцу одной руки. Значит, какие это симметрии? Это симметрия сдвигов. Вот если вы делаете эксперимент в пустом пространстве. Улетели куда-нибудь подальше от Земли, делаете эксперимент. Тогда вы можете сдвинуться на метр в любую сторону и сделать тот же самый эксперимент и получите тот же самый результат. Вот с этой сдвиговой симметрией связано сохранение энергии импульса в природе. Энергия сохраняется и импульс сохраняется. И это связано с геометрическим свойством пространства. Еще одна симметрия, которая тоже связана с геометрией пространства, это симметрия поворот. Опять-таки, если вы улетели в космос и делаете какой-то эксперимент, вы можете вашу установку повернуть на любое число градусов в любом направлении. Результат эксперимента от этого не изменится. Эта симметрия обеспечивает сохранение так называемого углового момента или момента вращения. Ну, что такое момента вращения? Вы, наверное, много раз видели фигуристок, которые вращаются на коньке вокруг друг друга. И поскольку трение конька леда очень маленькое, они могут долго-долго вращаться, и скорость этого вращения почти не уменьшается. Уменьшается только из-за небольшого трения. Вот это и есть сохранение углового момента. Все. Больше других геометрических симметрий не только не было известно до Гольфа, до Элихмана, но была доказана теорема о том, что их не может быть. Ну, вот Гольфан и Элихман прочитали эту теорему. Она вышла, по-моему, в 68-м году, была опубликована. И Гольфан решил, что что-то не может быть, чтобы такая сильная теорема была доказана. Он стал копать вокруг этого. И они раскопали, что да, нормальный, такой вот то, что мы называем классической симметрией, к которой люди привыкли и знают, что это такое. Вот каждый день мы вращаем чай в стакане с помощью ложки. Это вращение остается. Это классическая симметрия. То, что мы видим глазами, то, что ощущаем. Значит, но он впервые догадался, что может быть квантовая симметрия. Вот смотрите, П-мю – это четырех вектор энергии импульса. Это классическая симметрия. Закон сохранения энергии импульса. Оказывается, что из этой П-мю, из этого вектора энергии импульса, можно что-то вроде извлечь квадратный корень. Вот эти К-большие со значками – это так называемые суперзаряды, антикоммутатор которых дает П-мю. То есть, грубо говоря, если не обращать внимания на эти спинорные индексы, то это просто корень квадратный из момента импульса. Они на классическом уровне вообще не видны, только в квантовых экспериментах. Это существенно квантовое явление. И они первые до этого додумались, что вот такие сохраняющиеся величины могут существовать в добавлении П-мю, а уже больше никаких. Все. Это последнее, что можно открыть в этой области. Значит, теперь мы возвращаемся дальше. Теперь я скажу о том, в чем разница. Почему энергия и импульс – классические величины, а суперзаряды – квантовые величины? Для этого я должен вам пояснить, и я уже, по-моему, показывал вам в таблице, что все элементарные поля разделяются на фермионы и бозоны. Вот давайте я сейчас еще раз вернусь к этой таблице. Вот здесь вы видите, видите, вот поля материи – там, кварки, лептоны, включая нейтрины – это все фермионы. Что значит фермионы? У них спин. Спин – это измеряет их вращение вокруг себя. Они как вот этот – волчки. Они волчки. Вы можете представить себе их спин как классический волчок, который вы там на хануку или когда, я уже забыл, на какой-то еврейский праздник, дети закручивают, и они вращаются. Бозоны тоже волчки. Они тоже вращаются друг к другу. Разница между ними количественная, но фундаментальная. Все фермионы имеют полуцелый спин. А все бозоны, то есть вот эти вот частицы, которые переносят взаимодействие, фотон включая, они имеют спин единицы. Единицы – это целое число, а эти все имеют спин одну вторую, полуцелое число. Значит, из этого следует очень фундаментальное следствие. Очень. Сейчас я вам покажу. Вот здесь я представил условно в виде карикатуры частицы фермионы. Фермион обозначает, что фермия изучил их и ввел соответствующую сосистику. А это частицы, которые бозоны. Бозон происходит от индийского имени базе или боуз по-английски. В русской литературе его перевели как базе, потому что это было в 20-е годы, и тогда еще не было привычки переводить фонетически. Переводили. Люди не знали английский язык. Немецкий язык был языком науки. Они переводили, ну, как видят букву, скажем, B-O-S-E. Они ее перевели по-немецки. Базе. Значит, по-русски это фермионы и бозоны, а по-английски тоже бозоны, но не от имени Базе, от фамилии Базе, а от фамилии Боуз. Он был индус. Редкий тогда индус, очень талантливый. Учился он, конечно, я забыл, то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже. Он открыл, как бы сообразил, что бозоны имеют статистику Базе, фермионы имеют статистику Ферми, в честь Ферми, который это доказал. Значит, спин всех бозонов, вот здесь написан, написан спин, но это относится, а, это от спин фермионов. Видите? Полуцелый спин. Одна вторая, три вторых, пять вторых и так далее. Вот это фермион, вы видите женщину здесь условно, а бозоны, вот как бы мужчины. Чем они отличаются по-простому? Что фермионы абсолютно индивидуалисты. Вот здесь написано сверху справа. Это означает, что в мире нет двух бозонов, двух фермионов совершенно одинаковых. они не могут иметь совершенно одинаковые, два бозона совершенно одинаковые, просто не существуют. Это открыл в свое время Паули, и это очень важный принцип, который объясняет стабильность всех атомов. То есть фермионы, они же только, они только отличаются. А бозоны, наоборот, они любят быть похожими друг на друга, и чем больше вы их собрали в кучку, тем эта кучка становится больше. Вот здесь условно вы видите слева внизу картинку, как это происходило на балу. Вы видите, что нет ни одной женщины в одинаковом платье, они все разные. Не может на балу каком-нибудь важном официальном быть двух женщин в одинаковом платье. Это был бы сильный скандал, но просто не бывает. А мужчины в черных нарядах, в черных пиджаках, либо фраках, им очень нравится быть в этом смысле похожими друг на друга. Вот это разница на человеческом языке между бозонами и фермионом. Значит, в этих терминах что говорит суперсимметрия? Вот это показано в центре экрана, с правой стороны сверху написано суперсимметрия, снизу слева написано стандартные частицы. Вы здесь видите все частицы из стандартной модели, которые я показывал. Сори, не все, а нет, все из стандартной модели и бозоны, и фермионы. Вот это вот слева три колонки бозоны, фермионы, а справа полторы колонки это бозоны. Значит, так вот, что делает суперсимметрия? Для того, чтобы существовал сохраняющийся суперзаряд, каждая наша частица из стандартной модели должна существовать партнер. Вот как на балу у каждой женщины есть партнер мужчины, наоборот, у каждого мужчины есть партнер с женщиной, так в суперсимметричной теории каждая частица, скажем, у это фермион, для него есть то, что называется у стильды. Этот фермион имеет спин одну, вторую, а этот у стильды имеет спин ноль, этот полуцелый, этот целый. Или вот, допустим, глюон, он имеет спин единицу, это бозон, а у него есть партнер глюина с полуцелым спином, со спином одна, вторая. То есть, каждая частица из стандартной модели должна противостоять, должна иметь партнера с другим спином, отличающимся на половинку и наоборот. Каждая частица суперсимметричная, вот с этой, с правой колонки должна иметь партнера в стандартной модели. Вот это великое предсказание Гольфанда и Лихмана и вообще суперсимметрии и при условии, что вот такое партнерство существует, возникает сохраняющийся суперзаряд, но суперзаряд это чисто квантовое образование. Он имеет полуцелый спин, полуцелые спины никогда не видны на классике, а это не классические объекты. Полуцин, вообще есть теорема известная, что то, что мы видим на классике, это только объекты с целым спином, то есть, вращение их может быть пропорционально константе планка h-bar, помноженное на целое число. Это теория. если вы видите на эксперименте какую-то частицу с полуцелым спином, она может быть только чисто квантовым объектом, в классическом эксперименте вы ее никогда не увидите. Окей. Ну, вот здесь еще одна страничка с немножко формул. Значит, второе следствие, второе, вот сверху, первая формула сверху, это второе очень важное следствие и существование сохраняющихся суперзарядов, то, что среднее по вакууму, вакуум это основное состояние любой квантовой системы, самое нижнее по энергии, среднее по вакууму произведение двух суперзарядов, его можно выразить через энергию вакуума. Вот здесь вот оно пропорционально энергии вакуума. Поскольку суперзаряды сохраняются, это значит, что действия на вакуум они дают ноль, поэтому суперсимметрия это единственная теория, в которой мы можем точно заранее сказать, что энергия вакуума равна цена нулю. И по поводу этого было большое возбуждение, потому что раньше в то время думали, что космологический член в уравнении Эйнштейна есть плотность энергии вакуума равен нулю. И была большая радость по этому поводу. Теперь мы знаем, были более точные измерения относительно недавно, вшеленная не только расширяется, а еще ускоряется, что означает энергия вакуума положительна, но очень мала, невероятно мала. 10 минус 24 10 минус 24 ГФ в четвертой степени. То есть безумно малая величина, но тем не менее не 0. Впервые вот это было замечено, что если все частицы спарены, каждому бозону существует свой фермион, еще в 47 году Паули это отметил, вскоре после получения новельской премии, но он отметил это мимоходом где-то и до открытия суперсимметрии он не дотянул. В те годы еще мало что было известно. Теперь мы переходим, боже мой, у меня осталось 5 минут или 6, но мы переходим к тому, что случилось с Гольфендом в 70-е годы. Значит вот эти работы прорывные абсолютно нового типа были сделаны Гольфендом и Лихманом как я уже сказал в 70-м году опубликованы в 71-м в 73-м году ФИАН пришло распоряжение сократить одного сотрудника у них там хотели урезать бюджет на одну ставлю. Михаил извините пожалуйста ради бога не думайте что у вас там 5 минут времени говорите пожалуйста сколько надо в свободном режиме это ради бога полтора часа не час нет ну мне еще нужно минут 15 в общем да если я вас не утомил то я пожалуйста значит в 73-м году был приказ начальником заведующим пятероотдела тогда был Виталий Гинсбург тоже очень выдающийся физик тоже на лауреат новинской премии но Гольфенда он не взлюбил практически сразу сначала когда начальником был там Игорь там тоже лауреат многих премий у них с Гольфенда были теплые отношения он взял его на работу Фиан в 51-м году все было хорошо он его ценил когда там умер пришел ему на смену Гинсбург почему это тайно для меня никто мне про это не сказал но он Вольфенда не жаловал не то чтобы он его там бил или выгонял семинаров но он считал что он слабый физик и он ничего не знал об этой прорывной статье и по размышлению решил сократить Гольфенда как самого малопродуктивного сотрудника теоретела а почему малопродуктивный он был такой глубокий Гольфенд мыслитель за числом статей в год он не гонялся он публиковал 2-3 работы в год что было заметно меньше среднего Фиана и действительно если посчитать количество работ в его списке то он действительно был самый малопродуктивный ну там короче говоря он его уволил потом он оправдывался что он считал что Гольфенда легко найдет работу в любом другом институте техническом и будет все спокойно преподавать математику я не знаю правда ли он так считал но разумеется Гольфенда никуда не брали ни в один даже самый закудалый институт на работу его не брали хотя он тыркался во все места которые в Москве только были у него уже к этому времени были дети надо было их кормить но не брали и все и так прошло несколько лет пару лет или три года значит и он тогда решил ну что делать не берут надо же детей кормить он подал заявление на эмиграцию в Израиль этот путь он считал открытым он сам был наполовину евреем а его жена была тоже наполовину еврейкой вот и ну подал заявление но вспомним что когда-то в конце сороковых годов он был математиком работал в математическом центре Москвы и делал какие-то расчеты для советской водородной бомбы он не знал что он считает ему приносили уравнения нелинейные он их считал тогда их считать нужно было на аритмометре не было же никаких машин вычислительных он считал не понимая что он делает тем не менее ему это припомнили и сказали в КГБ что вы никогда не уедете из Советского Союза вы будете в черном списке работы у вас не будет и так и будете доживать свою жизнь а чем кормить детей это ваше дело ну вот именно в это время он познакомился с Сахаровым стал активным борьбой борцом за еврейскую эмиграцию за права человека ходил на совещание этой группы Сахаровской группы Хельсинской группы со всеми там перезнакомился но ситуация была тяжелая его действительно не брали никуда единственное что им удалось это через жену жена как бы записалась им давали плакаты о концертах театральных представлениях ведерку с клеем и они ходили по центру города Москвы и расклеивали эти плакаты довольно большое число лет вот так вот он перебивался с хлеба на воду ну шли годы суперсимметрия а вот я сейчас вам покажу что сделала суперсимметрия сейчас минуточку вернемся назад вот благодаря этим двум людям суперсимметрия резко наверх значит вы видите здесь сверху написано 73 год или позже это уже после после три года после работы Гольфанда Лихмана и год после работы Волкова со студентами вот были такие два человека Юлиус Вес немецкий физик и Бруно Зумина это итальянский физик они работали тогда в Церне вот на следующей картинке я показал Церн видите какое красивое место вот здесь вот Церн туннель под землей вот это Женевское озеро вот это Женева а это пригород который называется Мейран где расположен Церн Церн в настоящее время самая большая когда-либо существовавшая научная лаборатория в мире больше нет там только физиков работает около трех тысяч человек около десяти тысяч инженеров и огромный обслуживающий обслуживающий штат его строительство обошлось двенадцать миллиардов долларов и ежегодный бюджет несколько миллиардов долларов которые вносят вклад все европейские страны и некоторые другие страны по специальному соглашению значит ну американцы вносят вклад и участвуют в экспериментах я не знаю сколько именно они вносят но какой-то вклад этот измеряется в процентах от GDP от годового национального дохода и чем больше доход тем больше вклада они берут ну все страны на втором месте естественно Германия и Япония там участвуют ну вот Россия тоже была ассоциация то есть ну членом но таким как бы не полноправным но полуправным ее выгнали с треском когда началась война с Украиной теперь они не могут ну могут русские участвовать в церновских экспериментах но только если они не работают в российских институтах довольно много русских пристроились там же среди россиян довольно много выдающихся экспериментаторов многие из них пристроились в церне часть из них пристроилась в американских университетах но работают все равно в церне или в европейских университетах но работают в церне вот в таком замечательном месте, огромном скоплении лучших аспирантов и сильнейших ученых Западной Европы и некоторых американцев работали веса Зумина. Вот этот вес, этот Зумина. Поэтому, когда они переоткрыли суперсимметрию, они шли немножко другим путем, нежели Гольфон-Ден-Лихман, но в итоге в конце 73-го года они суперсимметрию переоткрыли. Сначала они ничего не знали про Гольфон-Ден-Лихмана, но вскоре там было 2-3 человека на Западе, которые знали им работу, им сказали про эти работы, они их прочли и процитировали в своей, может быть, не первой, но второй статье точно. Значит, будучи в центре этой огромной научной лаборатории, примерно 100 аспирантов в ЦРН ежегодно обучаются, они эту идею распространили, и все эти 100 аспирантов, у Гольфонда, я напомню, был один, у Волкова было два, у Агиевецкого не было ни одного. Так вот, все эти 50 этих аспирантов из 100 подхватили эту идею и стали ей заниматься. Естественно, они быстро раскопали все, что было вокруг. Буквально за 2-3 года эта отрасль, вот с 73-го по 78-й, эта отрасль выросла в целую индустрию. Здесь я отмечу только одно достижение, которое сделали Салам и Страсьде. Салам – тот самый Салан, Нобелевский лауреат, которого я упомянул в самом начале. Они догадались, что суперсимметрию можно тоже записать геометрически, а нет, через элементарные частицы и поля, и не алгебраически, как делали Гольфонда Дейхман. Они догадались, что можно просто добавить, у нас классических есть 4 измерения, одно время и 3 пространства. 4 классических измерения, которые мы можем пространственные измерения измерять сантиметрами, а время – часами. Мы понимаем, что наш человеческий организм понимает, что это такое на интуитивном уровне. Так вот, нужно добавить еще несколько измерений, которые обозначаются буквой θ, вот здесь слева на графике вы видите, и они чисто квантовые. θ – это не нормальное число, а так называемое Грассманово число. У него арифметика похожа на обычную, за одним единственным исключением. Квадрат θ, ну вот квадрат двойки – 4, правильно? Квадрат метра – метр квадратный, а квадрат θ равен нулю. Это означает, что эта величина чисто квантовая, что ее нельзя возвести в квадрат. И вот эти дополнительные измерения, они чисто квантовые, они делают теорию суперсимметричной. Это вот прорыв Белстразди, 75-й год. И дальше строительство суперсимметричных моделей было поставлено на поток. Эти 100 аспирантов или 50 разъехались по Европе и по Америке, они принесли это новое знание, и пошел поток работ. Дальше я вам покажу после этого ЦЕРНа. Сейчас. Вот. Я просмотрел, сколько за 74-го по 2010 год, ну реально это скорее 76-го по 2010, по суперсимметрии сдавалось 3000 работ в год, то есть 10 работ в день. Чтобы вы поняли, что такое 3000 в год, но это один человек, один теоретик может выпустить 4-5 работ в год. Ну возьмем даже 5. Получится, что 600 теоретиков по всему миру работали только на суперсимметрии в течение 40 лет. Т.е. эта тема была очень-очень доминирующей. Так. Ой. Что случилось? I'm sorry. Вот. Сейчас снова включу. Значит, вторая революция в суперсимметрии произошла в 1982 году, когда этой наукой занимался такой человек из Принстона, молодой теоретик. Он мой ровесник, может, на год моложе, которого зовут Виттон, Эдвард Виттон. Начиная с этого 1982 или даже с 80-х годов, он являлся и по сей день, ну сейчас он вышел на пенсию недавно, но он, несомненно, являлся лидером теоретической науки. То есть, никаких у него даже близко стоящих рядом с ним людей, даже нобелевских лауреатов не было. Сам он получить нобелевскую премию не может, потому что нобелевскую премию дают за открытие, обязательно связанное с нашей природой. Он сделал очень много открытий в теоретической физике, но поскольку суперсимметрии в природе так и не нашли, он получил очень много выдающихся математических премий, включая Филсовскую премию, и сильно очень продвинул математику, не только физику, но и математику, введя в математику элементы суперсимметрии. Вот что он заметил в 1982 году, что суперсимметрия стабилизирует иерархию масс. Вот помните, я говорил, что массы элементарных частиц рассеяны на 15 порядков величины. Вот почему это происходит, никто не знает. Как это объяснить, никто не знает. Но если бы суперсимметрия была, эту иерархию можно было бы объяснить и, по крайней мере, поддержать. Второе, что точная суперсимметрия обнуляет космологический член. Помните, я упоминал плотность энергии вакуума. Это называется космологический член в уравнении Хейнштейна. Про него известно, что он безумно мал. Такую малость ничем, безумную малость ничем человеческим объяснить невозможно. Вот если бы была точная суперсимметрия, космологический член точно бы обращался в ноль. Ну и, наконец, в суперсимметричном сценарии есть, естественно, кандидат на роль темной материи. Мы знаем, что темной материи примерно 70 или 25% темной материи от всего, что мы имеем в природе. То есть это очень много. В существующей стандартной модели никакого кандидата на роль темной материи нет. А в суперсимметрии была бы нейтролин. Вот, опубликовав эти три утверждения, он сделал второй прорыв суперсимметрии, после которого поток статей удвоился, утроился. Я уже не знаю, во сколько раз он вырос. Сейчас я прочту некоторую довольно длинную цитату. Она немножко поясняет для непросвещенных физиков, что такое суперсимметрия. Но это цитата 2000 года. Так что прошло 23 года, она уже устарела. Суперсимметрия, если она имеет место в природе, является частью квантовой структуры пространства и времени. В повседневной жизни мы измеряем пространство и время числами. Сейчас три часа, высота 10 метров и так далее. Числа – классические понятия, известные человечеству задолго до квантовой механики, открытой в начале 20 века. Открытие квантовой механики изменило наше понимание почти всего физики, но наш основной способ мышления о пространстве и времени не был затронут. Вот второй абзац наиболее важен. Если природа суперсимметрична, то неизмежно радикальные изменения. Будут выявлены квантовые измерения пространства и времени, не выражаемые обычными числами. Квантовые изменения проявятся в существовании новых элементарных частиц, которые будут рождаться на ускорителях, и чье поведение будет описываться суперсимметричными законами. Вот в это предвидение, сформулированное во втором абзаце, сразу скажу, прошло больше 20 лет, не оправдалось. Несмотря на сильнейшие усилия и огромные материальные вложения. Теперь я должен объяснить вот в предыдущем тексте, а нет, это было в предыдущем, что суперсимметрия стабилизирует иерархию. Я должен объяснить, что такое натуральность, понятие концепции натуральности, и что в смысле этой концепции стандартная модель в высшей степени ненатуральна. Ну вот пример, знакомый вам всем из жизни. У вас есть журнальный столик, вы хотите поставить вазу с цветами. Если вы поставите ее на середину, то она там будет стоять вполне натурально. Если при постановке этой вазы вы промахнетесь, она разобьется на полу, но будет лежать там тоже вполне натурально. А вот если ей удастся приклеиться к самому краешку этого стола и остаться в состоянии покоя в таком состоянии, очевидно, что это крайне неестественная и ненатуральная ситуация. Вы как-то там подогнали ее. Так, это все равно, что бросить монету и подогнать так, чтобы она упала на ребро. Упала на стол и встала на ребро. Жудко ненатуральная, неестественная ситуация. Вот. Значит, почему в стандартной модели ситуация ненатуральная и неестественная? Потому что, как я уже сказал, масса частиц в стандартной модели протянулись на 15 порядков величины. От массы нейтрина безумно маленькой до массы, скажем, Т-кварта или Z-бозона, Хиггсовского бозона, которая очень большая. 15 порядков величины. Ну, в классической теории вы можете просто написать их рукой. Но вы знаете, что в квантовой теории просто так не живет. Там все поля флуктуируют. В квантовой физике все флуктуирует. Как в гармоническом осцилляторе. За счет этих флуктуаций все поля перепутываются друг с другом. И поэтому все массы, все массы, если даже вы начали с разброса в 15 порядков величин, они все будут стремиться к одному и тому же масштабу. И этот масштаб мы даже знаем. Это вот масса Планка, которую я упомянул в самом начале. 10 в 19 ГФ. Огромная масса. Это та масса, где гравитация становится сильной. Сила гравитации растет с энергией. Ну, при наших энергиях, в нашей жизни гравитация очень слабая. Если вы попробуете измерить гравитацию между этой чашкой и этой разрезалкой, она будет безумно слабой. Ее очень-очень трудно померить. Конечно, она усиливается, когда гравитируют очень большие тела за счет масс этих тел. Но все равно это усиление, если вы вычислите константу связи гравитации, она безумно маленькая. Это безумно слабое взаимодействие. Но оно растет с энергией. Если бы мы существовали ускорители, которые могли бы ускорять частицы до 10 в 19 ГФ, мы бы дошли до массы планка. И в области массы планка гравитация становится настолько же сильной, насколько сильной. И вообще все взаимодействия, включая сильные, становятся одного порядка величины. и все масштабы стираются. За счет квантовых взаимодействий вы не можете иметь разброс по массам. Если включить массу планка, то это вообще 60 порядков, ну не 60, 30 порядков величины. Но, как заметил Виттон, если бы была суперсимметрия, это я уже вам показывал, если бы была суперсимметрия, она бы естественно решила проблему иерархии масс. Потому что при суперсимметрии так устроено, как бы вы не устраивали взаимодействие частиц, суперпартнеры всегда сокращают взаимодействие исходных частиц со стандартной моделью. Энергия вакуума – ноль. Вот. И массу можно, вот вы установили массу 10 минус 11, она там и будет стоять. Она в суперсимметрии не сдвигается. Куда положили, там и нашли. Ну, вот я уже говорил, поиски суперсимметрии велись сначала, с момента запуска Церновского последнего ускорителя, Большой андронный коллайдер, который работает уже больше 10 лет, лет 15, наверное. Ну, на нем было одно большое открытие сделано. 10 лет назад нашли Хиггсовский бозон, которого не доставало до завершения стандартной модели. Вот его открыли, а больше ничего прорывного. Значит, в природе природа не захотела решить проблему, по крайней мере, в нашем поколении, потому что ясно, что в нашем или непосредственно в следующем поколении не будет второй такой лаборатории с энергией, скажем, 10 астров. Материальные затраты на постройку новой лаборатории должны быть, по крайней мере, в 20-30 раз больше, чем на постройку ЦЕРМа. Значит, если на ЦЕРМ на постройку 12, плюс миллиард каждый год, и он работал уже 15 лет, значит, 12 плюс 15 было потрачено 25 миллиардов долларов с меру по нитке. Ясно, что никто 100 миллиардов долларов в нынешней политической обстановке никто не даст. Это нереально. В ближайшее время наверняка нереально. Были надежды, что Китай соберется, что китайский генсек, у них наверняка есть эти 100 миллиардов долларов, выделят эти 100 миллиардов долларов, и даже некоторые американские физики ездили на прием к нему и пытались убедить его, но он отказался. Так что надежда, я в ближайшие там, ну, строительство занимает, проектирование и строительство занимает лет 15. Может быть, через 15 лет человечество успокоится, придет в себя и выделит эти деньги. Ну, тогда от этого времени, отчитайте 30-35 нашего времени, отчитайте 30-35 лет, получится, что, 2050 что-нибудь. Это не мое поколение, и даже не следующее. Значит, какой на сегодняшний день теоретики очень, не просто огорчены, а очень-очень огорчены. Какой выход из того, что надежда на натуральность исчезла на сегодняшний день на ближайшие 30-35 лет. Значит, первая гипотеза, которая была высказана людьми, занимавшись теорией струн, это на самом деле то, что наша Вселенная, то есть все, что мы видим вокруг, она не видна, а не одна. Их много. Это вот тот самый переход, который в свое время, 300 лет назад совершил, или 300 с лишним лет назад совершил Коперник. Он сказал, что наше Солнце не одно, оно одно из многих в нашей Вселенной. Значит, вот современные люди говорят, что наша Вселенная не одна, их безумно много. Вот здесь вот попытка изобразить эти множественные миры, множественные Вселенные. Их безумно много. Просто 10 с 200-ми, 500-ми нулями. Безумно много. Все параметры в каждой Вселенной разбросаны хаотически. Полный хаос имеет место быть. И вот среди этих огромного количества Вселенной нашлась такая Вселенная наша, где возможно жить. Если мы изменим хоть чуть-чуть параметры стандартной модели на процент, иногда даже меньше, чем на процент измерим, а эти параметры, я напомню, это в основном масса частиц, и они составляют жуткую иерархию, разбросанных на 15 порядков величины. Значит, если бы мы изменили их хоть чуть-чуть, жизни бы не было. Никакой. Неразумный, ненеразумный. Значит, если вы предположите, что Вселенных много, и все параметры разбросаны хаотически, возможно, волею случая в одной из этих многих-многих Вселенных параметры случайно расположились так, как нужно для возникновения разумной жизни. Это вот первый. Но, как вы понимаете, это выход религиозный. Это скорее религиозное утверждение. Почему религиозное? Потому что это множество Вселенных не связаны с собой никакими причинными сигналами. То есть экспериментально проверить эти множественные существования множественных Вселенных просто невозможно. В это можно только верить, либо не верить. То есть это новая религия, если хотите. Вторая, которая в меньшей степени обсуждается, но тоже обсуждается некоторыми людьми, то, что на самом деле подстройка этих параметров под возможность разумной жизни была сделана вот сразу или до еще большого взрыва, то, что называется Intelligent Design. Или на русский я перевел разумный конструктор. Был какой-то разумный конструктор, неизвестно что. Это, конечно, не бог в том понимании, который, но что-то, что разумно подстраивало, делало тончайшую настройку параметров разных масс. Ну и третья гипотеза, просто неизвестно что. Некоторые люди идут по этому пути, говорят, что я буду ломать себе голову. Первую гипотезу проверить невозможно. Вторую гипотезу пока проверить невозможно. Нет ни одной идеи. Значит, пусть это будет неизвестно. А когда у людей появятся какие-то намеки на то, что что-то известно, вот тогда и задумаемся. Больше ничего нет. Это более-менее мое завершение теории про суперсимметрию. Я еще только покажу несколько фотографий. Вот это Гольфанд и его жена уже незадолго до смерти. А это жена Наталья Корец и их дочь. Младшая дочь. К сожалению, я не помню, как ее зовут. Они обе живут в Иерусалиме. Ну, вот еще пара фотографий. Эту тоже. Может, вы уже видели. А вот это завершающий мой слайд. Слайд о Моисея Кореце, который был отец жены Гольфанда. Значит, Моисей Корец был ассистентом Ландау и работал в Карковском университете. Вместе с Ландау и Юрием или Георгом Румером, который в свое время был ассистентом Макса Пла... Нет. Бора. Ассистент... Нет, не Бора. Борна. Ассистентом Борна в Германии. В конце 20-х годов решил вернуться в Россию и строить светлое будущее. И он тоже входил как бы уже в Москве. Когда Ландау в 37-м году, в начале, в январе 37-го бежал из Харькова, когда там в институте начались массовые погромы. Это отдельная тема, которая описана в другой, в первой части книги. Он ничего, никому не говоря, сел на ночной поезд и бежал в Москву. И пока документы из Харьковского КГБ, или тогда это называлось НКВД, впрочем, шли в московский НКВД, прошел год. И этот год Ландау выиграл. Он как бы получил год жизни на свободе, потому что арестовали его только в апреле 38-го года. Даже больше года он выиграл. Документы шли очень медленно. Вот. В Москве у него был ассистентом Румер. Значит, это первый его ассистент, этот второй. Вместе с первым ассистентом, еще будучи в Харькове, они написали листовку, антисталинскую. Известно, что Ландау был очень коммунистически настроенным человеком. И когда он ездил за границу в 30-е годы, он всем объяснял, что коммунизм это светлое будущее человечества. После возвращения из-за границы в 37-м году, когда начались марсовые аресты, он передумал. Но он не вообще передумал, что, в принципе, вся эта идея марксизм это порочная идея, которая ведет в пропасть. Всегда, при любом условии. Он решил, что это только Сталина и его приближенные захватили власть и переврали все, что Ленин задумал. Ну, помните, если вы помните, что говорили в России в 60-е годы, они говорили то же самое. Но Ландау придумал это в 37-м году, приехал в Москву, и они, значит, вместе с Румером и Корицем стали пытаться раздать эти листовки. Напечатали на машинке 10 экземпляров и стали пытаться раздать. К этому времени как раз в Москву пришли документы на Ландау, а тут еще увидели, что он занимается листовкой. Короче говоря, в один прекрасный день, когда они втроем, Кориц, Румер и Ландау шли по Арбату, направляясь кому-то в гости, их втроем и взяли. Ну, Ландау, как вы знаете, просидел в тюрьме ровно год, и его, он был уже на исходе физических сил, как он сам потом признавался, еще неделю он бы умер, но его вытащил капица, написавших письмо Сталину и Молотову, а два других джентльмена, которые не были такими сильными физиками, остались сидеть по полной. С 1938 по 1954 и еще потом остались на поселении. Ну, потом, значит, Корец женился над бывшей зечке, он был в лагере под Воркутой или в Воркуте, вот эта женщина была медсестрой в лагере, он на ней женился, и у них родилась дочь Наташа, он еще был на поселении в Воркуте, вернулся в Москву только позже уже, после доклада Хрущева, ну, и он устроился редактором в журнал «Природа» и выжил. Корец. предыдущий Румер, он был в лагере в Сибири и тоже вышел где-то в 55-м или, то есть, отрубил по полной, ему дали 20 или 25 лет, и он отрубил, вышел из лагеря и остался в Новосибирске, то есть, потом его взяли в радиотехнический институт в Новосибирске, а когда организовался «Академгородок», он перешел в «Академгородок». Но он был в этом смысле поломанный человек, потому что, как только он вышел из лагеря, естественно, его выгнали из партии, он был членом партии, его выгнали, когда посадили, он приложил огромные усилия после выхода из лагеря, чтобы восстановиться в той же самой партии преступной. Окей, ну на этом я, пожалуй, закончу. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их, я с удовольствием отвечу, и не только на вопросы по докладу, но любые вопросы, которые у вас есть, вы можете задавать, сколько хотите. А я сейчас, экран вам, наверное, не понадобится или понадобится. Ну пусть будет пока экран, пусть, может, будут вопросы какие-то по экрану. Может быть, проще открыть для всех, а потом, если надо, вы вернетесь к изображению, так что вы можете закрыть. Закрыть, хорошо. Значит, как его закрыть-то? Нужен стоп-шеринг, да? Да, там вверху экрана есть стоп-шер. Вот шер. Все? Стоп-шер. Окей. Хорошо. Все. Михаил, огромное спасибо. У меня аж дыхание перехватило от захватывающей картины. Спасибо. Если я правильно понял, то есть вы долго-долго говорили о том, вот как это все было красиво и как это в конечном счете не оправдалось. Ну, сейчас должны быть вопросы. Вот, пожалуйста, первый вопрос Станли Павецкий. Да, пожалуйста. я действительно доклад совершенно великолепный, огромное вам спасибо. Пожалуйста. Стан, давай вопрос. Михаил, спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, рад вас видеть. Да, прекрасный доклад. Когда-то я был физиком, но все это забыл. И чрезвычайно было интересно послушать, в каком состоянии это гигантская наука на сегодняшний день предстоит. у меня такой вопрос. В самом начале вы сказали в первом слайде о хаутермансах. Да, сказал. И его жена тоже работала в этом самом Харьковске. Да, она приехала, но она работала, у нее работа была ненаучная, она тоже окончился и сам Фридс Хаутерманс или Фридрих полный его нейм, и его жена одна из немногих женщин, которые разрешили учиться на физическом отделении в университете Геттингена, который в то время, в начале 30-х, был самым знаменитым университетом мира. Вот как сейчас Принстон, в то время это был университет Геттингена. Она окончила это физическое отделение, они вместе приехали в Харьков, там у нее родился второй ребенок, и она работала редактором и переводчиком журнала «Сайдшрифт фрюрфюзик Совет Унион». Это журнал, который издавался, единственный журнал на иностранном языке, который разрешили издавать в Советском Союзе, он издавался вот этим Харьковским физико-техническим институтом. А сам Фринц Хоатор Манс, он был специалистом, одним из первых специалистов в мире по ядерной физике, и ХФТИ строился под две основных цели, и представлял в то время, несколько лет, в 30-е годы, это была самая лучшая лаборатория в Европе, включая Западную Европу, лучше, чем немецкие и голландские. Он занимался, он занимался, в лаборатории две основных темы, низкие температуры, близкие к абсолютному нулю, и атомная физика. Вот Хаутер Манс был одним из первых атомных физиков, у них там уже стало двое детей, они прожили счастливо около трех лет, а потом начался в 35-36 году началась волна ареста. Так, но я перебил вас, извините, в чем вопрос состоит? Ну, знаете, тема что угодно интересно слушать, просто такой серьез жизни в те времена. Вопрос был, в какой связи вы вообще Хаутер Манс назвали в самом начале? Да, потому что в этой книжке «Физика в сумасшедшем мире», обложку, которую я показал на втором слайде. Эта книжка состоит из двух частей. Значит, оба мира были сумасшедших, и 30-е годы, и 70-е в Советском Союзе, и я написал две, точнее, я был в основном составителем этой книжки, я составил некоторые статьи, которые писали другие авторы, но добавил свои комментарии, которые довольно много, особенно в первой части, потому что эти сэ писали авторы в конце 90-х, многие архивы тогда были закрыты. Я, значит, пропал, пролез в архив, такой в Москве архив, был РГАСПИ, Российский Государственный Институт Политической Истории, так нам кажется, да, Политической Истории. Тогда он был открыт, можно было, если знаешь, какой у тебя файл нужен, можно было заказать, и за небольшие деньги они присылали ксерокопии файлов. Я разыскал очень много новых документов, касающихся погрома в Харькове, и добавил их в качестве там комментариев. Вот. Почему они у меня объединились? Это было хронологически, потому что, во-первых, случайно я бы сказал, ну, во-первых, я очень хорошо знал Гольфанда лично, он приходил на семинары в наши институты, я много раз с ним беседовал, уже в то время, когда он сидел без работы, он всегда улыбался, у него была очаровательная улыбка, он никогда не морщил лицо, она всегда была с улыбкой, он всегда ходил с улыбкой на лице, немножко погруженный так в себя, но в принципе, вот, и я как-то был в Израиле и узнал совершенно случайно от каких-то общих знакомых, что там живет его жена Наташа Корец, с которой я и связался, вот, ну, у нее было много материалов про ее мужа, одно эссе большое, второе эссе написал один физик из Фиана, которого уже, к сожалению, нет в живых, а что касается истории про Хаутерманса, дочь Хаутерманса, которая, сейчас, дочь, да, дочь вот той самой Шарлотты Хаутерманс, которая, которая, потом ей таки удалось бежать из Харькова, чудом, можно сказать, уже в 39 году, вот, у нее, в свою очередь, была дочка, которая родилась еще в Гетингене, но она еще вот пейби приехала вместе с родителями в Харьков, и первый ее язык был русский и украинский, вот, она в то время, когда я этим занимался, а было-то, я уже не помню, какой это сейчас год был, она еще была жива, дочь Шарлотты была жива, но на пенсии уже была пожилым человеком, сейчас, минуточку, когда же это, 2016 год, значит, в 2015 году дочь, которая, первой родной язык был русский, которая жила в Харькове, она выжила, несмотря ни на что, ей удалось, Шарлотте, дочери и маленьким сыном, удалось добраться до Америки, прямо перед войной, перед Второй мировой, и все они выжили, но дочь, Шарлотта сама умерла, она преподавала всю жизнь в маленьких колледжах, женских колледжах на восточном побережье, а ее дочь в конце жизни преподавала в одном довольно известном колледже недалеко от Миннеапольца, вот, ну, час езды, к этому времени, когда мне эту историю рассказали, она уже вышла на пенсию, но еще была жива, она умерла вскоре после того, как я взаимодействовал в довольно преклонном возрасте, ну, если в 32-33 году было, скажем, три года, 30-го года рождения, умерла в 2000 возрасте, под 90 она умерла, но я с ней успел связаться, я ей написал и сказал, что вот я слышал от других людей краткий пересказ ее истории, в смысле ее родителей истории, нет ли у нее никаких документов на эту тему, я хотел бы посмотреть, я же говорил в самом начале, что у меня появилось хобби, вот история физики те годы, она мне сказала, да, у меня остался дневник моей матери, который она долго-долго вела, он разрозненный, никто его не смотрел, как она умерла, его положили на чердак, и там он лежал, но если вы хотите его посмотреть или даже почитать, приезжайте, я вам его дам на какое-то время, ну, я приехал к ней в этот городок, я забыл, как он называется, это на юг от Миннеаполиса, примерно часть езды, там в этом маленьком городке два очень известных колледжа, один бизнес-колледж, а второй так общего плана, вот, ну, мы с ней познакомились, попили чаю, она сказала, что вот придет ее там то ли сын, то ли родственник, залезет на чердак и принесет, но она мне дала этот дневник, кое-какие фотографии, которые сохранились с тех времен, ну, я заехал, поехал домой и прочел этот дневник, и это было чрезвычайно интересное чтение, после этого я это объединил, все, что я знал и что я нашел в московских архивах, сейчас, кстати, РГАСПИ и другие архивы, в которые я обращался, снова недоступны для публики, то есть вы можете туда писать, они либо не ответят, либо ничего не пришлют, это было короткое окошко лет в десять, когда они были открыты для публики, и там крайне интересное, самое интересное, там в этом архиве в РГАСПИ хранится весь архив Коминтерна, и вот в частности я лазил в этот архив, и это жутко интересно, потому что я вам сказал, что сам Хутерманц, пока он был на Западе, он был коммунистом, я полез в архив РГАСПИ, в архив Коминтерна, и там сохранились документы отчеты его коммунистической деятельности, они все переправлялись в Москву, где было немецкое отделение Коминтерна, которое рулило коммунистической патрией Германии, и там было четко написано, что Хутерманц был агентом Коминтерна, и выполнял спецзадания, а спецзадания не специфицировались, но это всякие, это может быть все, что угодно, начиная от промышленного спионажа до убийства негодных людей. Я не думаю, что Хутерманц кого-то убивал, но то, что он был задействован как-то в работе Коминтерна, это документировано. Меня крайне поразило, когда я читал этот архив, какое количество немецкой, французской, австрийской интеллигенции были агентами Коминтерна. Вы себе не представляете. Даже известные люди, фамилии которых мы слышали, так или иначе, они выполняли спецзадания Коминтерна. Я не знаю, какие спецзадания, это секретно, наверное, это нету, по крайней мере, в том архиве, который был доступен для публики, этого нету. Но они выполняли задания Коминтерна. 30-е годы. Некоторых подав... Да, да. Может, вы и знаете ее. Александр Вейсберг, обвиненный, accused на английском, книга-издательство 51-го года. Да. В Миннеаполисе есть библиотеки. Да. И что он прощел? Да. Это огромный том, страниц 600 или там 800. Это его воспоминания о работе в Харькове в качестве коммуниста из Германии, о его посадке и сидении в НКВД в тюрьме пару лет и обмене по... Совершенно верно. И Хатурман ожидала та же участь. Он, кстати, тоже оставил воспоминания под свидонимом вместе с одним украинским историком, которому удалось сбежать во время оккупации Украины немцами. Вот. Они вдвоем написали книгу воспоминаний, оба под псевдонимами, потому что они боялись, а, значит, об аресте, о посадке, о сидении в тюрьме, и потом, как Хатурманца взяли из Харьковской тюрьмы, он был весь побитый, его привезли в Москву, отмыли, одели, подкормили, посадили в вагон НКВД, это уже было после договора между Сталином и Гитлером, когда они договорились всех немецких коммунистов выдать гестапо, его отправили в Брест, где на мосту через Буг этот самый НКВДшники, там было в этом поезде несколько сотен таких немцев, помытых, переодетых, их передали в руки гестапо, но Хаутерманц пережил войну, остался жив, и потом он стал, уехал из Германии в Швейцарию, и он стал родоначальником ядерной геохронологии, то есть хронологии всяких очень старых камней с помощью разных ядерных реакций, то есть он сделал, но у него до этого, в начале 30-х было одно большое открытие, но потом он много лет не работал по физике, естественно, во время войны и дальше, но приехавши в Швейцарию, он снова начал новую область, да, но это, наверное, я вам говорю, не то, что опять-таки вы хотели услышать. я просто хотел сказать, что этот Вейсберг был близкий предприятием, они жили в одной квартире в Харькове, с Эхоуторбасом. А, это я книжку читал, она издана по-немецки, сначала была под названием Шабашки, и про него я там в своей книге тоже много писал, Более того, я разыскал его родственника. У него осталась жива племянница, живет в Англии, я с ней связался, она мне достала его фотографию приличную, прислала, много чего рассказала, так что я все это знаю. Ну, вот сейчас я вопрос задам наконец, это я просто комментировал, что есть такие источники на эту тему, А что известно о Подольском, Борис Подольский, которые с Эйнштейном и Розеном читали известную статью по этим квантовым эффектам, Подольский тоже работал в Харьковском. Нет, вы переплали. А, в Подольском я не знаю. Про Подольского оказался в Штатах. Про Подольского я не знаю ничего. А вот про Розена, который не родился в России, он работал в Киевском университете два года. Значит, он окончил какой-то хороший американский университет. Я уже не помню, но где-то у меня написано про это. И потом он никак не мог найти работу. Это было время большой депрессии в Америке, а в Европе начиналась война, то есть работы не было. Вот. И кто-то написал Эйнштейну письмо, и он сказал этому Розену, Натанову звали, Натан Розен, а почему бы вам не поехать работать в Киевский университет? У них сейчас есть вакансия. А вакансия у них образовалась, потому что одного из профессоров на кафедре теоретической физики, я сейчас не вспомню сразу фамилию, его арестовали. Образовалась вакансия. И Розен был настолько десперат, что он поехал работать в Киев и проработал в Киевском государственном университете два года. Но когда уже подошло время, там совсем уже 37-38 год, он значит быстро оттуда вовремя убрался. Иначе бы он никогда, никогда, ну то есть задержись он еще немножко, вот из Киева он бы никогда не выехал. Известно тому масса примеров. Многие же немецкие эти самые, ну не немецкие, многие западные физики приехали строить светлое будущее всего человечества в Советский Союз. Из них очень многие погибли в лагерях. Ну вот это хотелось Я проверю, я проверю про Подольского, но по-моему вы спутали его с Розеном. Эйнштейн, Розен, Подольский, Наталья, Розен, Розеном, но Подольский работал в Харькове и потом каким-то образом я когда говорю каким-то образом, вот что я имею ввиду. Этот Подольский родственник одного приятеля, который мне сказал, что по их семейным слухам Подольский может быть от этого самого НКВД или как оно там называлось отправлен был в Штаты или куда-то во внешний мир. ну там он как-то плюнул на эту деятельность. Вы знаете, занимаясь очень серьезно этим харьковским фистехом и роясь в архивах, я ни разу не видел упоминаний имени Подольского. Может он был в Харьковском университете, я не знаю, но я вам обещаю на это внимательно посмотреть и сообщить, когда я разберусь с этим делом. Окей, спасибо большое. Спасибо за доклад. Очень интересно. Спасибо, Стар, да, Людмила, пожалуйста. Да, слышно, да, слышно. Добрый вечер, Мила. Слышно и видно, можете говорить. Вы включите, потому что у вас, по-видимому, мьютон. Вы позвольте ей микрофон включить. Все, сейчас нормально. Она уже была отключена, потом опять сама себя включила. Поговорите, Людмила. Я вас слышу. Хорошо. Меня интересует стандартная модель. Она уже достроена как-то. В чем ее недостаток? То, что она неестественная? Она неестественная. Дальше ее строить некуда или практически некуда, потому что все явления, которые мы наблюдаем в экспериментах, в телескопах, косвенным образом, все ей отлично объясняются. Если мы забудем про вопрос, откуда взялась иерархия масс. на этот вопрос есть только три ответа, которые я в самом конце сформулировал. Два из них религиозная, третий ниоткуда не знает. Вот все, что я могу сказать. Но эти вопросы лежат вовне стандартной модели, потому что это вопросы, на вопрос откуда она взялась. Это требует расширения стандартной модели, но пока нет ни одного эксперимента, который бы подсказал, куда нам в какую сторону двигаться, чтобы ее расширить. То есть очень неопределенное все, да? Ну, сейчас вы знаете, поскольку единственный большой ускоритель ЦЕРН ничего нового не производит уже много лет, сейчас все эксперименты идут из космоса, из астрофизики. Оттуда, поскольку вот есть этот, сейчас недавно запустили, до этого был Хаббл телескоп, теперь запустили другой, как Джеймс Вэбб, Джеймс Вэбб телескоп. Совершенно верно. И оттуда идет огромное количество данных. Многие физики, которые занимались стандарты моделью, переходят либо в эту область, либо в физику твердого тела, то есть пока нам Бог не пошлет или искусный дизайнер, я не знаю, не пошлет в эксперименте какого-то нового намека, я не знаю, что дальше можно делать со стандартной моделью. Может быть, кто-то уже в голове что-то имеет, но так вот я не слышал. Но теории инфляции тоже какие-то надежды дают. Ну, нет, она развивается, новые данные поступают из космоса. Ну, да, развивается. Сейчас прошли слухи, что получили какие-то эксперименты, которые противоречат этому биг-бэнк плюс инфляция теория, но я их еще не видел, это совсем недавнее развитие. Спасибо, Миша. Пожалуйста. Всего доброго. Да, Элеонора, пожалуйста. Включите. Пожалуйста. У меня несколько вопросов. Можно, да? Пожалуйста. Да, конечно. Вот, вы говорили в течение уже нескольких десятилетий супер симметрия не может, не имеет никаких доказательств, и что можно считать за доказательством этой теории, даже вот предположим, что заработает коллайдер там и так далее. Какие вещественные, можно так сказать, доказательства? Конечно. Это легко ответить. Обнаружить на эксперименте хотя бы один супер партнер. Вот фатина или гравитина или к нейтрино будет, что с ней трино, это суперсимметричный партнер к нейтрино. Хотя бы один обнаружить на эксперименте. Этого уже достаточно. Люди так и ждали, что это будет сделано на существующем в ЦЕРНе ускорителе. Все там, начиная с 20-го по 2015-й год, все ждали, что вот-вот. А как варьируется время жизни всех этих супер... Самый легкий супер партнер вообще стабильный. То есть он никуда не... Нейтрино, Ну, это не знает. в разных теориях легчайший супер партнер, он так и называется, LSP, Lightest Supersymmetric Particle. У него вот сокращение такое. Ему распадаться некуда, потому что легче него уже ничего в суперсимметричном зоопарке нет. Значит, он живет как стабильная частица, но мы не видим... Он должен быть нейтральным, без электрического заряда, потому что если бы у него был электрический заряд, его бы уже давно нашли. Электрически заряженную частицу находить легко, они там сейчас детектируются очень легко. Вот. Поэтому люди не ожидали, что он будет заряженный, они понимали, что он будет нейтральный, но искали изо всех сил тысячи людей со всего света. Бог не дал. Что тут скажешь? А остальные время жизни гораздо менее? Ну, да, остальные будут по-разному, по-разному. Но будет целая своя иерархия времен. Ну, как вот из нашего мира. Стабильных частиц, которые вообще не распадаются, не так уж и много. Это там протон, электрон и фотон. Все остальные частицы куда-то распадаются, но мы же их все равно обнаруживаем, потому что люди научились детектировать на специальных установках живущие мало времени частицы. В этом нет особых проблем. Понятно. Так, вот еще хочу вас спросить относительно стандартной модели. Туда входит вот этот космологический член, который вы считаете, что он связанный с 0.0. Это понимаете? Понимаете не совсем? Да. Я просто хотела сказать, я хочу сказать, что это связано с гравитацией, в общем-то. Это гравитация. Сейчас, во-первых, не нашли сейчас антигравитацию, групп гравитации. Кроме того... А в гравитации... Антигравитация это все равно, что гравитация. В гравитации, как правило, все тела притягиваются. Но есть исключения. Есть исключения, есть некоторые объекты. Не у нас на Земле, а в космосе. Но их еще не обнаружили. но, возможно, они есть, которые гравитация заставляет отталкиваться. Отталкиваться. Так вот, сейчас, как раз вы говорили, что в космологии считается, что насколько гравитация мала, даже между крупными массами, что вклад в гравитацию массов, какая-то часть массы этих тел входит. Понимаете, то есть изменение массы каких-то тел небесных связано, увеличивает саму гравитацию, сам этот коэффициент или что-то такое. Ньютоновскую константу. Вы знаете, такие эксперименты ставили с любопытными экспериментаторами. Никакого изменения в Ньютоновском коэффициенте пока не обнаружили. это не значит, что его нет, но это значит, что он меньше существующих экспериментальных возможностей. Можно считать, что вот это постоянное космологическое? Она постоянная или она может? Ну сейчас считают, что космологическое постоянное действительно. Космологическое постоянное, кстати, это не совсем стандартная модель. Это член в гравитационном уравнении Эйнштейна, в Эйнштейновской гравитации, которую он сначала опустил, считая его уродливым. Не почему-то, что его там не может быть, а потому что он посчитал, что он уродливым. А потом уже люди вернулись к нему. Это некоторый член, называющий космологической постоянной. Она очень маленькая. Многие годы думали, что она вообще строго ноль. И это было бы ноль строгий, ноль всегда легко, ну то есть не всегда, но легче объяснить, чем очень маленькое число, потому что, может быть, найдется какая-то симметрия, которая нулит его строго. А найти маленькое число, найти теоретическую причину для маленького числа очень трудно. Понятно. Но на сегодняшний день он считается постоянным. его померили косвенным образом, с помощью, потому что то, что люди, то, что вселенная расширяется, люди знали еще с 20-х годов. Вот это фридмановское решение. Фридман, да, фридман. Который, к сожалению, очень рано умер от какой-то болезни. Или он утонул. Разные источники по-разному дают. 29 лет. 29, да. Значит, вот он нашел расширяющуюся вселенную. И все думали, что она так и расширяется. И Хаббл, американский Хаббл, ученый, померил это расширение. Оно описывается постоянной Хабблой. И с той точностью измерения оно было постоянным. Люди много раз, много лет до сих пор меряют Хаббла. Вот. Это постоянная Хаббла. А потом оказалось, что все-таки она есть небольшое ускорение. Вот эта Хаббловская константа, но его косвенно тоже определили, она чуть-чуть подрастает. То есть расширение Вселенной ускоряется. Она ускоряется, она расширяется и чуть-чуть ускоряется. И поэтому, значит, единственный способ описать это ускорение в рамках Эйнштейновской гравитации, это дописать очень-очень маленький космологический член в уравнении Эйнштейна. Вот это на сегодняшний день такое убеждение у людей, что космологический член есть, но он по какой-то причине очень маленький. А почему он такой маленький, никто не знает. Отсылаю вас к трем ответам, сформулированным на предпоследнем слайде. Спасибо. Еще один маленький вопрос. Значит, 4 координаты в 3 пространства плюс время. Сколько предполагает супер... Квантовые координаты. Квантовые координаты. Минимум 4. Минимум 4 квантовых координаты, но может быть и больше. Понятно. Может быть больше, может быть 8 или 16, но вряд ли. Если суперсимметрия будет, то она скорее будет именно содержать 4 дополнительных квантовых координаты. Понятно. Ну, многие предположения, что и в классической теории только были такие теории о том, чтобы увеличить число координат. Уменьшить нельзя. Уменьшить число координат нельзя, потому что меньше, чем в 4 координатах, жизнь в той форме, которую мы знаем, невозможна. В 3 координатах не формировались бы галактики, так как они должны формироваться, и звезды там, и прочее, как они должны формироваться для существования жизни. А в 2-х тем более невозможно. Значит, и в 5-ти невозможно, потому что гравитационное взаимодействие сильно падало. Поэтому есть такой антропный принцип. Его придумал, ну, не строго придумали там его давно, но его сильно развивал Вальберг, лауреат Нобелевской премии. Он состоит в том, что на такие вопросы мы не можем ответить, потому что мы уже живем в этой вселенной. Понятно. И поэтому все вот вопросы, как это получается, почему у нас 4 классических измерения, а не 5 и не 3. Если бы было, он говорит, если бы было 5 или 3, там бы не было жизни, не было бы наблюдателей, кто бы делал там измерения. Значит, вот мы здесь живем, и в нашем мире 4 измерения. В нашем мире масса электрона половина мева, чуть больше, если сделала ее чуть меньше, то нейтрон стал бы распадаться быстрее, и никаких ядер бы не было, а без стабильных ядер нет жизни. Поэтому этот антропный принцип Вайберга, он сродни множественным вселенным. Но Вайберг был давно, он уже умер, к сожалению. И этот принцип он выдвинул в 80-е годы. Он был очень умный, я всегда очень прислушивался к его словам, очень любил его работы. И принцип мне понравился, но опять-таки проверить же его невозможно. Мы же не живем, мы же не знаем, есть другие вселенные, есть на них жизнь, нету жизни, какие там константы, и будет ли это когда-либо известно? Вряд ли. Спасибо большое. Очень интересно. Единственное, что вы не сказали о своих работах в этой области, тоже было бы интересно послушать. А, в моих работах по физике? Ну да. Да. Я занимался суперсимметрией почти не с самого начала. Я пришел в суперсимметрию где-то в начале 80-х годов. Я окончил аспирантуру в 76-м году, защитился. В 76-м году она еще была известна уже, но так, еще в узких кругах можно. В России вообще никто не занимался, кроме трех или четырех перечисленных мною человек. Даже после 70-м. Ну, в общем, я пришел в ней где-то в 80-м году, когда я уже работал в ВТФ младшим научным сотрудником, но я занимался не той областью суперсимметрии, а другой, которая до сих пор живет и процветает. По специальным причинам. Понимаете, публиковать работы в этой области из Советского Союза было практически невозможно. Поскольку живая область, феноменологические данные меняются все время. Ну, вот они поменялись чуть-чуть. На Западе 10 человек уже написали статью и тут же отправили их в печать. Предположим, я тоже подсуетился и написал статью. Ну, полгода на получение разрешения. Значит, за эти полгода, когда ее опубликуют, она уже никому будет неинтересна. Понимаете? То есть мы вынуждены были, ну, понимающие люди в Советском Союзе, работающие, вынуждены были вот таким материалом, который лежит на самой поверхности, не заниматься. Вот. Поэтому я выбрал раздел суперсимметрии, который тогда вообще был малоизвестен. Это суперсимметрия в сильной связи. Вот. И я был одним из отчинателей. Можно даже сказать, может быть, и с отчинателем, но не я один. Аркадий Ивайнштейн, Валя Захаров в этом участвовал. Ну, Виттон немножко тоже. Одну работу он успел, но не совсем по нашей тематике, он успел выпустить раньше нас. Мы первую работу выпустили в 83-м, а он, может быть, в 82-м. Но не про наш мир, а про трехмерный. То есть вот такие работы можно было делать, потому что они еще не разрослись на Западе, о них никто не знал. Область, чтобы сделать что-то успешное, нужно было чего-то новое начать. Так вы начали. Существуя в Советском Союзе. Я это рано понял с помощью моих учителей. Вот. И всю жизнь этому придерживался. Но сейчас я уже немножко не успеваю за молодыми людьми. Все-таки мне 74 года, я собрался через несколько лет выходить на пенсию. Мне уже надоело лекции читать и спешить за молодыми, но много лет я вполне даже соревновался даже с молодыми людьми, потому что эта область была не такая. И она не умерла. Ей занимается, конечно, не так много людей, как суперсимметрии в смысле феноменологии, но много серьезных людей в мире ею занимаются до сих пор. Понятно. Спасибо огромное. Я могу еще пару слов сказать о моем хобби, о увлечении историей. Я издал несколько книг по истории науки. Ну вот одна из первых была про, называется, «Вы только что завалили экзамен по математике, товарищ Эйнштейн». Это про то, как заваливали евреев на приемных экзаменах по математике в советских лучших институтах и университетах. Она, это тоже сборник. Я написал к этой книге только видение. Она основана на документальном материале, собранном разными людьми. Больше всего это Каневский и Сендеров собрали документальные материалы, напишали, все это собрали, напечатали на машинке, за что были немедленно посажены в тюрьму. Сендеров получил пять лет заключения с последующей ссылкой, а Каневский получил три просто за напечатку задач, которые давали еврейским студентам на приемных экзаменах в МГУ. Вообще никакой политики, вообще никаких комментариев, только задачи, даже без решения. Вот. Ну и Сендеров получил три года с дальнейшей ссылкой, МГУ. Ну и потом в конце уже Горбачев как-то их чуть пораньше освободил, Каневский отпустил в Израиль, а Сендеров остался в Москве, но он умер. Я его встречал, когда я еще ездил в Москву до всех этих войн, я встречался с ним в Москву, мы очень долго с ним беседовали, он мне все рассказывал, как собирались. Я его попросил, ну дайте мне хоть одну копию вашего этого эссе про задачи, я его переведу на английский и напечатаю в книге, чтобы все могли прочитать. Тогда еще не было, сейчас уже он говорит, мне не осталось ни одной копии, ни одной. Ну, а я говорю, а где искать? Он говорит, по архивам. Я стал искать в архивах и нашел две неполных копии. Одну я нашел в Сахаровском центре, который тогда еще существовал, а вторая в Бремене, по-моему, в Германии или в Ганновере, я не помню, есть университет, который имеет архивы диссидентов русских. Я с ним списался, и они, у них тоже была неполная копия, как в этом уже верно, знаете, дети капитана Гранта, записки, но неполные. Но, к счастью, они перекрывались друг между другом. То есть, соединив две неполных копии, я смог восстановить полную копию, перевел ее на английский язык и напечатал вот в этом сборнике. потом была была на это большая реакция. Во-первых, один канадский математик все эти задачи прорешал и с секундомером, с часами в руках, и засек, сколько времени у него ушло на решение этих задач. Американские студенты. Несколько недель он решал их каждый день. Несколько недель. Это показывает вам уровень задачи, я напечатал все его ответы, он сравнил эти решения с решением задач на международной олимпиаде, они по сложности были вполне сравнимы с задачами на международной олимпиаде. Потом, после публикации этой книги, я стал получать очень много отзывов, которые сами прошли через это. Я все эти отзывы собрал в виде приложения, оно уже в книгу не попало, и оно только на интернете существует, это приложение, там 60-70 страниц людей, которые рассказывают свои горестные истории. Но это была моя первая книга в начале 2000-х, а потом я еще много книг, в частности про вот эту семью Хаутермансов, помимо того, что написана физика в сумасшедшем мире, я просто дословно перевел этот самый дневник Шарлотт Хаутерманс и дописал еще историю, которая включает, отдельно написал все, что дополнительное я знаю и тоже отдельно напечатал, но еще там несколько книг про такие вот события. Они все вызданы, кроме одной книги, все езданы по-английски, на одну книгу мне удалось издать издать по-русски еще до войны. Вот. Эта книга, вот она, видите ее или нет? Вот, эту книгу я издал еще до войны, еще мне удалось издать ее небольшим тиражом в издательстве «Время». Она вышла, ее сейчас можно купить только электронную копию на Амазоне, потому что до Москвы сейчас не доберешься. Вот. И эта книга единственная моя художественная книга. Эта книга вышла как, я ее писал как повесть. Она называется «Рукопись, которой не было», но это действительно якобы рукопись Женя Конегисер, но никакой рукописи не было. Я просто писал от лица женщины и притворился, что я Женя Конегисер, и как бы написал ее дневник. Это про семью Конегисера. Женя Конегисер родилась в Петербурге в очень известной семье. Семья принадлежала ветву Мандельштама, в частности Осип Мандельштам был ее дальним родственником и окончила физфак ЛГУ вместе с Ландау, вместе с Гамову, вместе с этой золотой четверкой или пятеркой. Она их всех хорошо знала, крутилась вокруг книг, а в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Конегисера. И самое странное, что ей удалось еще получить разрешение на выезд из Советского Союза. С 1933 года уже никаких разрешений на выезд из Советского Союза практически не давали. Но она успела выехать, по-моему, то ли в 1931, то ли в 1932 году. И потом она попала вместе со своим мужем Рудольфом, который написал знаменитый и начал собственно атомный проект в Англии, английскую атомную программу и написал в самые тяжелые дни начала Второй мировой войны меморандум Черчиллю. Он называется меморандум Фришу Пайерса. Они впервые сосчитали правильно критическую массу урана и предсказали, что атомная бомба вполне реальна, ее можно сделать. С этого началась английская атомная программа в начале весной сорокового года, потом она соединилась с американским манхеттенским проектом и действительно к тридцать пятому году они были Рудольф Пайерс и его жена провели все это время, когда существовал манхеттенский проект, они провели в Лос-Аламосе вот из ее воспоминаний, из воспоминаний друзей Рудольф Пайерс оставил воспоминания, я придумал вот такую художественную книгу. Вот это была моя последняя книга, вышла она до войны, за год или за два, значит, это, наверное, 2020 год, вот, и с тех пор пока не было больше времени. По-моему, вы частично этот материал опубликовали у Берковича или где я его читал? Нет, этот материал я опубликовал только в своем блоге. У меня есть блог, в ЖЖ, точнее, был. Значит, в этом ЖЖ я опубликовал отрывки из этого материала. Я уже давно не пишу, последний материал, наверное, год назад туда написал. Вот, но этот я, когда я писал эту книгу, а было, соответственно, в 2020 году вышло, в 2018-2019 год, я отрывками опубликовал ее в своем ЖЖ, в блоге. К сожалению, все фотографии, которые я туда приложил, знаете, я их хранил на российском хостинге. Он вдруг закрылся без предупреждения, и все мои фотографии, которые я собрался, они пропали, включая те, которые я получал от детей Жени. Кроме того, в русском варианте они отказались, те, что были у меня в виде живых фотографий, они отказались печатать, сказали, что это слишком дорого, печать фотографий они не потянут. Вот, но у меня они остались, так что, если есть какой-то интерес, то... Я пытаюсь собрать, где же я про это читал, это же где-то было... Наверное, в ЖЖ, потому что у Берковича я это не публиковал, я на его лекции. Вы слушали мою лекцию у Берковича. Вот я теперь понял, да-да, лекция. Я там рассказывал. Да-да-да, все, ясно, спасибо. Хорошо, Элинор, спасибо за ответ. Так, теперь Сергей, да? Сергей и Наташа, или Сергей, или Наташа. Да. Давайте через 10 минут закруглимся, а то, честно говоря, я уже подустал. Давайте, Сергей, говорите. Сергей, я прежде всего хочу сказать, что я, конечно, слушал развеси пуши, потрясающе интересно. Спасибо. Да, вопросы возникали, конечно. Я вспомнил ваш слайд со стандартной моделью. Да. И они выглядят исключительно, так сказать, красиво, уравновешенно и так далее. И вдруг сбоку этот бозон Хиггса, который почему-то выглядит, как, не знаю, что, ключ ко всему или затычка ко всему, который завершает стандартную модель. В каком смысле? Понимаете, из-за того, что Хиггсовский бозон, как теоретическая конструкция, был открыт Хиггсом, естественно, но не он один, там было пять человек приблизительно, кто открыли практически одновременно этот Хиггсовский бозон. Но к моменту получения Нобелевской премии живы были только два. Хиггс и второй, вот этот бельгийский физик, как его фамилия, черт, выскочила из головы. Но неважно, Нобелевскую премию за Хиггсовский бозон получили два человека. Хиггс написал свою работу один без соавторов. Кстати, это единственная его такая известная работа. Он за всю свою дальнейшую жизнь ничего известного не написал. А вот второй бельгийский ученый, который работал в соавторстве с американцами, он написал много известных работ, но он уже очень старый. Он получил Нобелевскую премию, когда ему было уже сильно за 80. А сейчас прошло еще 10 лет, но он вроде еще жив. Вот. И почему это было важно? С помощью бозона Хиггса вот сами эти калибровочные бозоны, которые осуществляют все силы, ответственны за все силы в природе. Значит, но фотон не входит, он не имеет массы, но Z-бозон и W-бозон. Так, они имеют массы, и все кварки имеют массы. Если бы не был изобретен Хиггсовский механизм, вот эта теория калибровочных бозонов и кварков, она известна, калибровочная теория известна с 1954 года. Их изобрел Янг и его студент Милс в 1954 году. На самом деле, даже Паули написал об этом заметку, но он не опубликовал еще в 1953 году. Вот. И как сделать массы в природе, мы знаем только одну безмассовую частицу, это фотон. По-настоящему безмассовая частица, это только фотон. Вот. Поэтому теория сама по себе красивая, но в природе, что мы можем сделать? Бог не дал нам безмассовых калибровочных фотонов, кроме бозона. Значит, и им, и кваркам, и лептонам надо было дать массу. Теоретически дать массу, потому что единственный механизм, который это делал, не нарушая самосогласованность и теории, это Хиггсовский механизм. И, значит, прошло с 54-го до 66-го года, 12 лет, прежде чем люди осознали, что с помощью Хиггсовского механизма можно всем безмассовым частицам давать массу, но это еще не все, потому что люди не знали, самосогласована ли эта теория с Хиггсовской массой. Прошло еще с 66-го по 72-й, еще 6 лет, прежде чем Тхофт, молодой студент, аспирант только что, в Голландии, первый его постдок был в Принстоне, доказал ее самосогласованность. Вот считайте, с 54-го по 72-й сколько лет прошло, другого механизма мы не знаем. А потом, когда выяснилось, что все сходится с экспериментом, но просто один в один, нет ни одного эксперимента, который бы противоречил стандартной модели. Значит, все, мы угадали замысел Бога. Может, он чем-то неуклюж, но как мы можем спорить с великим конструктором? Не в наших силах. Вот так было задумано или так в нашей вселенной получилось. Если вы сторонник множественных вселенных, считайте, что в другой вселенной как-то по-другому. Но жизни там нет. Но нас это не касается, мы никогда этого не узнаем. У меня еще один короткий вопрос, который, наверное, есть простой ответ. Вы начали с диапазона и указали размер вселенной как 10-20-20. это размер нашей вселенной. Не вообще вселенной, а именно ту, которую мы видим на сегодняшний день. Понял. Я просто подумал, что это какая-то константа, которая почему-то не... Нет, это размер нашей вселенной. Считается, что мы видим практически до края нашей вселенной. Это не теорема, и это не подверждено экспериментом. Это как бы ощущение. то есть может быть мы еще увидим сколько-то далеко-далеко. Кто знает? Может быть увидим. Но вот до этой величины мы точно видим сегодня. Это то, что подтверждает эксперимент. К нам приходят излучения от звезд, находящихся на краю нашей вселенной вот так далеко от нас. А мы, грубо говоря, где-то посерединке. Спасибо. Ну все, дорогие друзья, я сейчас не говорю устал. Нет, ничего страшного. Если у вас появится... Поправьте камеру, извините, Михаил, ваше лицо пропало. Камеру чуть-чуть поправьте, пожалуйста. А то вот так, да, спасибо. Вот можно я отниму тогда буквально 2-3 минуты от вашего времени. Вот я думаю, вы очень быстро ответите. Может отвечать быстро, да, или нет, на некоторые вопросы. Вопрос связанный с бозоном Хиггса. Вот открытие бозона, явилось ли оно дополнительным подтверждением стандартной теории? Да или нет? По-моему... Но в какой-то мере да. Да, явилось, потому что он появился, его открыли в том самом месте, где его ожидали в стандартной модели. Собрали люди кучу данных косвенных в стандартной модели, из косвенных данных установили, что масса Хиггского бозона должна лежать где-то вокруг 120 ГФ. Она там и лежала. Так настроили ускоритель на эту энергию, сразу же его и открыли. Замечательно. И тем не менее, физики недовольны стандартной теорией, просто потому, что внутри какой-то странный необъяснимый парадокс, связанный с разбросом массы. С эрархией, да. Ну, понимаете, это вопрос... Вот почему их так все работает? Ну, разброс и разброс. Нет, это вопрос уже философский. Я же вам сказал, что часть, правда, не самая главная часть физиков идет по третьему пути. Да, и в нашем мире есть иерархия. Да, большая иерархия. Да, мы не знаем способа ее обеспечить. Но это выходит за рамки стандартной модели. Это что-то вне ее. И пока нам Бог не пошлет сигнал, куда дальше двигаться, мы и не узнаем. С этим надо жить. С этим надо жить, это надо принять и работать дальше над тем, над чем можно работать. Но, с другой стороны, вот этот размах масс, он ничему не приворечит. Нет, нет, стандартная модель внутри себя абсолютно самосогласованная. Это не то пятнышко, так сказать, Майкельсона там сто слишком лет назад. Нет, 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 она абсолютно самосогласованная. Хорошо, теперь у меня еще второй, но я его объединю как один вопрос. вот в последние годы то, что мне, человек совершенно непрофессионально, попадалось на глаза, я вот назову несколько фамилий, а вы их сразу куда-нибудь пошлете на несколько букв. значит, была предложена теория всего Лизи такого, была предложена теория, о которой мы с вами немного говорили, Ванчурина о самовоспроизводстве системе, была теория от Адактик Юниверс, где был Лио Смолин и другие ученые, как эти вещи, вот такие очень глобальные подходы, как эти вещи? В общем, я сразу скажу, что я обсуждать это не буду, потому что я не верю в это, ни в одну из этих трех перечисленных теорий я не верю, может, они даже потом когда-нибудь окажутся правильные, но на сегодняшний день они всерьез ничем не подтверждены. Хорошо, все. Ни Смолин, ни этот самый, ни Ванчурин, это все желал, хотелки, понимаете, я тоже хочу придумать, объяснить иерархию, но если я не вижу этого способа, я честно говорю, я не вижу, а есть люди, которые хотят сделать великое открытие на пустом месте. Ясно. Ну, еще раз тогда, Люда, извините, пожалуйста, раз Михаил просил, тогда мы пропустим ваш вопрос. Да, вы можете когда-нибудь, я могу еще что-нибудь рассказать, что-нибудь, из другой книги, там, какой-нибудь. Михаил, крайне редко удается поговорить с человеком, который понимает вот эти вот феноменальные вещи, которые обычно никто не понимает. Так что, огромное вам спасибо, я думаю, все со мной согласят, что это было необычное выступление, всего вам самого доброго, а потом мы поговорим с вами и договоримся еще, какую-то встречу. во втором семестре. Ну, хорошо, спасибо, всего хорошего, до свидания, всем большое спасибо. Всем спокойной ночи, да, все вам машут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok